Привет, мои дорогие! Меня зовут Бухьян. Я кореянка, которая говорит на русском. Здесь мы говорим про правильный уход за кожей лица, чтобы ваша кожа была здоровая, красивая и сияющая. Также тестируем очень много корейской косметики. И сегодня ваша любимая рубрика «Последние корейские тренды в мире K-бьюти» или K-бьюти тренды. И, кстати, если вы не подписались на мой канал, то, пожалуйста, подписывайтесь, поддержите видео лайком. И сегодня мы поговорим про последние тренды, что происходит в мире корейской косметики. И, наверное, одно из ключевых слов, о котором говорят просто по всему миру в этом году, это экологичность. В связи с пандемией больше людей начало задумываться о том, что мы вообще делаем в этом мире, как вообще природа, экология, как это все меняется, насколько наша жизнь влияет на экологию. И оказалось, что действительно мы делаем очень много плохого для окружающей среды. И на самом деле в мире косметики это не очень сильно развито пока что. И делаем мы все пока не очень. Вот, поэтому корейские бренды и покупатели, и корейские производители баночек, да, и косметики начали больше задумываться над эту тему. В этом году уже было много разных предприятий, связанных с экологичностью, да, индустрией, там, бьюти-индустрией в Корее. Вот, какие изменения на сегодняшний день мы видим или я вижу? Во-первых, это связано с упаковкой. Большинство корейской косметики, которые я заказывала в Корее, приходит теперь у меня вот в такой штуке. То есть вместо вот этих пупыршек, которые лопаются, да, как антистресс, сейчас в большинстве людей используют вот такие бумажные. Очень удобно то, что вы можете их просто сортировать как просто бумага, да, на переработку. Либо вы можете постоянно много-много раз его еще раз использовать. Например, когда я получаю посылки, я просто храню их. И когда мне нужно кому-то отправить посылку, я просто его беру и еще раз использую. Обычно это вот так вот выглядит. И мне кажется, вообще вот этот крафт, этот картон, это сейчас вообще супер модно и тренд, потому что срамп ассоциируется с экологичностью. Поэтому очень хвалю бренды, которые пишут на вот такие. Потому что обычные пупырки уже достаточно сложно получать от брендов. Вот, я думаю, что это молодцы. И второе, в упаковке тоже больше брендов начали использовать бумажные скотчи вместо просто обычных, прозрачных, чему мы очень привыкли. Вот это тоже, думаю, что вроде бы маленький шаг, но все равно это большой шаг. Потому что, например, в Германии, на Амазоне, когда я заказываю какие-то вещи, там вообще уже нет пластмассовых прозрачных скотчей, есть только бумажные. Это тоже очень хорошо, как бы давать такой пример, начало, чтобы потом уже все привыкали. И также вместо пафосных, красивых, разноцветных коробочек, сейчас даже фирменные такие коробки просто идут картонные, крафтовые, самые обычные. Кто-то может просто наклеить что-то, да, потому что такие коробки намного лучше перерабатываются, чем те, которые на принте, потому что это и краска. И такая бумага, если она еще сверху чем-то покрыта, она может вообще не перерабатываться. Поэтому мне очень самой нравятся вообще крафтовые. Мне кажется, что это очень хороший тренд. И также про бумагу. Также некоторые начали использовать такие биоразлагаемые, хорошие, экологичные бумаги, потому что и бумага, и пластмасса тоже бывают разного-разного вида, оказывается. Вот, например, у Purita вот у них новая вышла. И видно, что бумага такая, знаете, вот она не такая гладкая, какая-нибудь, да, там, не какая-то люксовая может быть. Но сейчас, мне кажется, это самое актуальное. Вот у них написано 100% Fire Degradable Sugarcan Bagus Packaging. То есть это такой из 100% сахарного тростника, наверное, на русском, я точно не знаю, как называется. Вот, поэтому бумага тоже важна. И больше, конечно, всего проблем. Вообще здесь нужно заметить, что оказывается, больше 90% косметических баночек не перерабатывалось то, что мы используем. Потому что по разным причинам, из-за того, что лучше продается, да, косметика в красивой упаковке, есть такие слишком, как бы, преувеличенные упаковки, когда средства вот столько, а банка сама по себе вот такая. И разноцветные банки, там подзолоченные, и какие-то там, в общем, разноцветные, это все очень плохо перерабатывается. Поэтому сейчас старают делать так, что, возможно, не так сильно бросается в глаза, но зато экологично, чтобы лучше перерабатывалось. Например, сейчас часто вместо того, чтобы делать принт, да, какой-то там, именно краску лазером, в банку, потому что такие банки или не перерабатываются, или сложно их переработать, или они просто, ну, в общем, их чаще всего не перерабатывают. Сейчас просто берут обычную пластмассовую банку и клеят наклейку. И здесь важно, чтобы наклейка тоже отклеивалась, потому что перерабатываться будет только та банка, которая внутри чистая, и также, чтобы она была без наклейки. Поэтому делают сейчас специально вот так, некоторые бренды, чтобы наклейка хорошо отлеплялась. Здесь есть даже специальное такое место, чтобы мы могли взять, и уже, когда вы закончите использовать это средство, чтобы вы сначала убрали наклейку и помыли внутри. И потом, если вы будете выбрасывать там, где пластмасса, то есть больше вероятность, что его переработают. Также, например, у Пурита тоже так же вышло, тоже молодцы, потому что здесь тоже есть в конце, вы можете посмотреть, кстати, у своих средств, может быть, тоже такое есть. Вот, видите, очень хорошо отрепляется. И здесь, конечно, сама банка, вот она, конечно, не какая-то стеклянная, какая-то там, не какая-то не супер красивая, может быть, а самая обычная банка. Но зато больше вероятность, да, что это нанесет меньше вреда окружающей среде, чем то, что там очень красиво. Также есть много разных попыток сделать бумажную, бумажную упаковку для косметики. На самом деле, оказывается, это не так легко, потому что косметика всегда содержит жидкость. Так как бумага впитывает, ее невозможно сделать такую пока что, еще на стадии разработки бумажной упаковки, чтобы она была 100% просто перерабатываемая. Всегда пока что нужно вложить, да, пластмассовый внутри какой-то пакет и снаружи бумагу так можно делать. Например, бренд Inisfree, это один из очень крупных, да, брендов Кореи. Они разработали такую специальную лимитированную коллекцию, известный серым с семенами чайного дерева, который тоже, кстати, очень классный. Они его сделали так, что в упаковке меньше 40% пластмассы. То есть снизили уровень пластмассы и сверху сделали бумажный упаковок, внутри пластмассовый. Но уже как бы такой шаг к тому, чтобы уменьшить максимально количество пластмассы в упаковке. Просто пластмассу используют легко, она дешевая, вот, но если покупатели будут более осознанными, выбирают то, что может быть возможно дороже. Возможно то, что меньше бросается в глаза, но если это экологично, если будут именно давать этому, как бы этой теме больше ценности, то возможно потихоньку будут меняться, да, и будут идти в сторону вот бумажно перерабатываемых упаковок. На самом деле уже крупные компании, как Amore Pacific, Colmar, они уже на стадии разработки вот этих бумажных упаковочек. Но здесь как бы нужно прикладывать усилия всем вместе и разработчики, да, и бренды, которые будут потом покупать, именно выбирать этот дорогой материал. И, конечно же, клиенты, которые будут выбирать на полке магазина не просто красную, ярко-зеленую или там ярко-золотую, да, упаковку, а именно вроде бы минималистично, вроде не так дорого выглядит, но при этом цена, например, если похожа, чтобы человек понимал, что вот это экологичный вариант, это не очень экологичный вариант. Наверное так. И также впервые в Корее начинает появляться Zero Waste Shop, то, что очень классно. В Европе это очень распространено, это магазины, где максимально не используют вообще упаковки. Потому что даже в продуктовых магазинах мы часто используем все в таких полиэтиленовых пакетиках, да, вот это все в пластмассовые какие-то контейнеры, которые мы сразу выкидываем, и от этого мы используем очень много пластмассы. В этих Zero Waste Shop, например, в продуктовых магазинах, там есть и рис, и все, и фрукты, все просто без пакета. Вы приходите в свои банки, например, там, которые вы постоянно используете, какие-то, например, стеклянные, и набирайте, сколько вам нужно. Также появились первые refill station в Корее для косметики, там есть разные шампуни, бальзамы, какие-то самые ходовые средства бренда компании Amore Pacific, это самая крупная, да, компания, корпорация в Корее. У них больше 30 разных брендов косметики, ухода за волосами, уход за телом, ну, в общем, у них очень-очень много всего. И они такой refill station открыли, где вы можете приходить в свои банки и просто наполнять, и не покупать постоянно новую упаковку, потому что мы все равно эту упаковку выбрасываем в итоге. И также некоторые бренды проводят такую акцию, они или показывают, как можно использовать, да, применять в жизни пустые банки, потому что большинство пустых банок у них, конечно, идут в мусорку, вот, например, там, сделать вазу, например, ну, конечно, это невозможно всеми вот этими тюбиками сделать вазу, но тоже хотя бы факт о том, что люди будут думать, что, а, наверное, стоит задуматься вообще, куда все эти банки пустые уходят, вообще, что с ними делают, например, да, и второе, бренды начали забирать, да, их назад, потому что, оказывается, я тоже не знала до недавних пор, что даже пластмасса, даже если написано здесь PET, пластик, да, пластмасса тоже бывает разная, из разных компонентов. И если, например, бренд, который использует, ну, например, там, Inisfree, если они будут собирать банки Inisfree, есть большая вероятность, что они смогут его переработать. А если будут разные пластмассы из разных материалов от разных брендов, то компании, которые занимаются переработкой, скорее всего, они не будут, они не могут каждую банку смотреть, сколько чего в этой банке, да, им много сложнее их переработать, и большинство, и пластмассы не идут на переработку. Поэтому этот момент тоже важен, и, наверное, стоит активнее больше участвовать, принимать участие в таких акциях. На самом деле, я тоже раньше не сильно обращала на это внимание, мне показалось, что больше это для того, чтобы там сэкономить деньги. Но нет, оказывается, это важно не просто, чтобы сэкономить, например, мои деньги, а чтобы внести меньше вреда окружающей среде, чтобы более умно, да, покупать и употреблять новые товары и продукты. В целом, я считаю, что эта тенденция очень хорошая, что, наконец-то, она появилась в Корее. Я думаю, что в Корее вот эта тема экологии не сильно пока развита, как, например, в Европе. Вот, поэтому очень надеюсь, что это хорошее начало, и в такой теме очень важно, чтобы все были заинтересованы, и бренды, и компании, и государство, и самое главное, конечно, потребители, потому что все компании делают, ну, любой товар делается для потребителей, и он должен быть симпатичен для них, и мне кажется, это отличный тренд по всему миру, то, что мы заботимся об окружающей среде больше, чем раньше, задумываемся о том, что мы вообще делаем, что наше действие, вообще, как это влияет на природу, на все, что нас окружает. И, кстати, я хотела показать последнее, что открытие, да, это тоже бренд Пурита. Они давно прислали вот такую вот интересную многоразовую ватные диски, это тоже впервые. Вы знаете, что я очень часто использую ватные диски, особенно летом, и они придумали вот такие вот многоразовые диски, их можно стирать, то есть ими можно пользоваться также, наносить косметику, умываться ими, и как бы высушить все, чтобы не использовать одноразовые. Пока что я не начала ими пользоваться, если это прям будет работать, конечно, это не так удобно, как одноразовые, любое одноразовое удобно, потому что вы взяли, потом выгнули. А сейчас, когда я что-то выкидываю постоянно, просто совесть меня мучает, и хочется действительно как-то сделать так, чтобы, возможно, придется делать больше телодвижений, больше неудобств, например, стирать постоянно нужно будет. Но, наверное, стоит все это того, тем более хочется, чтобы наши дети, потом мои внуки, правнуки, жили в хорошем мире, где чистый воздух, где не нужно носить маски, где чистая вода. Вот, поэтому надеюсь, что эта тема также актуальна для вас. Будем стараться дальше. И спасибо, что посмотрели видео до конца. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok